Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Как вы помните, в воскресенье у нас с вами традиционно идет обзор в следующей неделе. Из чего бы я, господа, хотел начать? Значит, смотрите, давайте сразу посмотрим, как мы закончили предыдущую неделю. Значит, смотрите, здесь у нас облигации десятилетки, дневка. Как вы видите, распродажи продолжились. То есть, вначале был отскок по облигациям, после этого распродажи продолжились. За счет этого немного подрос доллар. Вот смотрите, если мы посмотрим на доходность облигаций, десятилетки, видите, начали постепенно подниматься. Мы видим, что здесь есть локальное сопротивление, поэтому, возможно, в этом диапазоне дальше не пройдет. Но это пока говорить об этом рано. Дальше смотрим по двухлеткам. Та же история, смотрите, точно в таком же диапазоне, тоже восстановление. Ну и, конечно же, индекс доллара, а он у нас, господа, как раз в пятницу тоже начал постепенно восстанавливаться. Вот если мы посмотрим на пятиминутки, вот он достиг у нас определенного длина, в районе 99.66, и постепенно-постепенно стал возвращаться к сотке. То есть это впервые за все это длительное время, пока он у нас снижался со 103.5, все время только падал. Сейчас вот он только-только продемонстрировал определенные признаки того, что все-таки он начинает постепенно восстанавливаться. Дальше смотрим. Доллар-рубль, господа. Но здесь у нас пятиминутка, поэтому в данный момент мы здесь можем ее даже не рассматривать, потому что все эти колебания мы посмотрим сейчас на дневке. Ну и нефть давайте сразу посмотрим тоже, смотрите, тоже не будем смотреть на пятиминутках, сразу посмотрим непосредственно на дневке. Значит, в пятницу у нас произошла коррекция, почему так важно нам нефть, да, напоминаю для тех, кто смотрит канал впервые, нефть это основной сейчас инструмент, против которого, собственно говоря, по ценам против которых борется Америка. Почему? Потому что, во-первых, цены на нефть разгоняют инфляцию и для Европы, и для США, что, естественно, им абсолютно, как говорится, не нужно сейчас в данный момент. И они борются за счет того, что начинают повышать ставки, пугать всевозможными рецессиями, замедлениями экономики для того, чтобы цены на нефть опустить. А также нефть, естественно, влияет на то, что российский бюджет либо зарабатывает больше, либо меньше, и это, естественно, также играет роль для поддержания в том числе ситуации с СВО. Поэтому, естественно, американцы делают все для того, чтобы цены на нефть опустить. Мы об этом говорим каждый раз, а это, естественно, напрямую зависит на ситуацию и с рынками, и с курсом. И если мы посмотрим еще одни факторы, за которыми мы всегда следим, когда мы пытаемся сделать непосредственно анализ будущего прогноза, то, соответственно, мы всегда смотрим за факторами. Это Уралс нефть, да, то есть есть у нас бренд нефти, да, который непосредственно является эталонным. Но мы, Россия, не продает непосредственно по этим ценам, а Россия продает по Юралс, а они ниже, да, то есть если мы посмотрим, сейчас они 63.25, а бренд, как мы видим, 79.87, доходил до 82. Это говорит о том, что, конечно же, цены на Юралс тоже могут в этот момент снижаться. Поэтому эта связь напрямую, чем большая цена на нефть Юралс, тем, соответственно, бюджет Российской Федерации больше зарабатывает. Раз он больше зарабатывает, значит, правительству не приходится или Центробанку, соответственно, больше ослаблять курс, потому что тогда можно, соответственно, зарабатывать больше для бюджета, сильно ослабление тогда не требует. С другой стороны, если бюджет все-таки дефицитный и надо заполнять, все равно определенное ослабление валюты тоже Центробанк все равно делает, и мы это видели. Также, господа, мы всегда смотрим теперь еще и за офшорным юанем, потому что спрос на конкретно сам юань, он тоже подстегивает ситуацию, связанную с курсом рубля, то есть против рубля. Так как он все-таки задействован через курс-курсы, то, соответственно, как только юань начинает расти, спрос на него начинает расти, это приводит сразу к укреплению против рубля, в том числе и доллара и евро, так как, собственно говоря, сам юань против рубля начинает укрепляться. Это надо тоже момент учитывать. Если возникает дефицит юаня, Центробанк начинает его активно закупать, это тоже приводит к ослаблению рубля, то есть начинается девальвация, да, при том она в этот момент происходит искусственным образом. Поэтому за этими всеми факторами мы следим, постоянно наблюдаем, и когда мы делаем какой-то прогноз, мы всегда привязываемся всегда к этим событиям. Теперь давайте все-таки разберемся. После того, как прошла у нас пятница, у нас наступает новая неделя, что было на той неделе, вы можете посмотреть в предыдущем ролике, который у нас идет итоговой неделе, а сейчас будем разбираться с этой неделю. Значит, господа, очистил я немного график, чтобы меньше было всевозможных нарисованных элементов, линий всяких там уровней и прочее, потому что сейчас они уже стали неактуальны, цена ушла довольно высоко, вот. И, смотрите, возобновил сейчас прогнозные, да, значит, смотрите, прогноз на данный момент двухвариантный, почему, объясню, потому что, еще раз говорю, отвечать за поведение Центробанка сейчас невозможно. То есть, Центробанк может как продолжать девальвацию и, соответственно, ослаблять рубль, так и может начать проводить интервенции. Вопрос, в каком объеме, как часто, и это зависит, соответственно, на сколько может быть укреплен рубль. Поэтому этот момент надо учитывать. Соответственно, если, все-таки, у нас девальвация, как говорится, не будет, а будет, например, интервенция, то мы можем опуститься на 88.50 в конце этой недели. Вот в этот диапазон 88.50 и не выше 89.50. Это такое постепенное планомерное снижение. И, наоборот, если начнутся опять продолжаться девальвации, да, то тогда, соответственно, мы можем уйти в район 92.50 и 91.50, вот в этот диапазон. Надо учитывать, что на этой неделе, господа, произойдет одно из ключевых событий, связанное непосредственно с курсом доллара-рубля. Мы сейчас это непосредственно с вами разберем. И вот, конечно, этот прогноз как раз может сработать или в ту сторону, или в другую, потому что, еще раз говорю, отвечать за Центробанк сейчас невозможно. Центробанк может как девальвировать рубль, так ничего не делать и также делать непосредственно интервенции. Мы знаем, что они начались по заявлению Минфина еще 7 июля и, соответственно, двигаются к 4 августа. До 4 августа они должны проходить. Поэтому вот этот диапазон вполне может быть соблюден. Но, еще раз говорю, по Центробанку мы не отвечаем. Все, что угодно может делать Центробанк. И мы гарантировать, как говорится, его планы сейчас не можем. Но мы можем получать сигналы, которые нам дают определенные, скажем так, намеки на то, каким образом будет вести себя Центробанк. Но давайте разберемся непосредственно, куда мы все-таки на этой неделе будем двигаться. Сразу говорю, основное будет, соответственно, событие, конкретно касающееся доллара-рубля, евро-рубля, юаня-рубля. Это, конечно же, непосредственно будет пятница. Туда мы будем сейчас постепенно двигаться. А начнем мы с понедельника. В понедельник, господа, сразу могу сказать так. Вся неделя, на самом деле, имеет определенные события, определенную статистику, вот кроме пятницы, да, которые, ну, будут производить определенные, скажем так, колебания, да, и определенные реакции. Но маловероятно, что какие-то будут сильные движения. Объясню почему. Потому что через неделю, то есть после вот этой недели, да, там будет уже решение по процентной ставке ФРС. Сейчас там выйдут данные по Америке, ВВП и так далее. И, конечно, в преддверии этого всего может повиснуть пауза, да. Кстати, давайте тогда еще посмотрим американский рынок. Обратите внимание, он у нас закрывался в пятницу чуть-чуть выше 4,500. А уходил на 4,530. И вот мы видим, что этот, собственно говоря, момент, когда был выброс на 4,530, быстро был нивелирован, но не ниже 4,500. То есть американский рынок здесь тоже переходит в определенную паузу. Есть определенные события, которые с этим связаны. Но прежде всего у нас еще надо учитывать, что на прошлой неделе начался отчетный период в Америке. И это, безусловно, будет либо поддерживать дальнейшие движения рынка вверх, либо начнет его корректировать. Потому что если, естественно, повысят ставку, то, соответственно, рынок пойдет однозначно в коррекцию. Это надо понимать. Потому что пока рынок живет ожиданиями, что никаких повышений ставок не будет. И именно поэтому, я вам сейчас вот показал специально, что и по S&P 500, и по нефти, да, произошли коррекции. А доллар-рубль, если мы посмотрим внимательно, да, то он у нас по большому счету не имел никаких движений. Мы закрылись практически маленькой доджевой свечой, которая фактически говорит о том, что движение может пойти как вверх, так и вниз. Это тоже момент надо учесть. Ну и давайте тогда, так сказать, разберемся все-таки, что же у нас начнется именно в понедельник. Инвестиции в основной капитал год-году Китай, господа. ВВП Китай, это квартал-кварталу за второй квартал. ВВП год-году. ВВП Китая год-году второй квартал. Объем промышленного производства и объем промышленного производства в Китае UED год-году. Объем розничных продаж. Объем розничных продаж в Китае. Все это будет происходить с год к году, месяц к месяцу. В общем, понедельник, можно сказать, можно отдать полностью под непосредственно статистику Китая. Будет прежде всего его данные иметь огромное значение. Почему, как вы понимаете, это, естественно, будет связано и с ценами на нефть. То есть, если у Китая хорошая экономика, устойчивая, и, соответственно, будет расти ВВП, то есть, нет никакой рецессии, то это говорит о том, что, конечно же, спрос на нефть будет расти. И это может поддержать цены на нет. Мы видим, что, опять же, была коррекция. А непосредственно в понедельник, в зависимости от того, какие выйдут данные, это, соответственно, может, собственно говоря, довольно быстро поменяться. Также, господа, надо учитывать, что вот эти данные могут поменять, повлиять и на непосредственно юань. Соответственно, это тоже надо понимать. А если, как мы помним, начнет укрепляться юань, то с большой вероятностью, соответственно, будет слабый трубль. Это надо тоже понимать, если Центробанк ничего не будет делать. Поэтому в понедельник, в принципе, мы все отдаем под статистику Китая. А дальше у нас такие получаются события, как пресс-конференция тоже Национального банка Китая. Это будет очень важно, потому что, так же, как и Пауэлл, там, когда выступает, или Лагард, да. То есть, это определенные сигналы, все, весь рынок ловят о дальнейшей, скажем так, политике денежно-кредитной и вообще от Китая. И так же потом, смотрите, выступит как раз ЕЦБ. Лагард выступит с речью и выступление представителя ЕЦБ Лейна. Вот и все. Понедельник больше ничего не будет. То есть, реакция рынка будет прежде всего связана непосредственно с качеством статистики Китая. На этом мы будем обращать больше всего внимания. Еще раз говорю, так как если, допустим, все-таки хорошие данные по Китаю могут привести к росту непосредственно того же офшорного юаня, то мы, соответственно, можем увидеть сразу ослабление рубля при условиях, еще раз говорю, если Центробанк Российской Федерации никаких действий предпринимать не будет. Если там не будет никаких интервенций, если просто будет все отпущено, как говорится, в свободное плавание. Также, если не будет девальвации, потому что это надо тоже понимать, юань могут тоже начать закупать, несмотря на то, что он может расти. Поэтому тут все будет зависеть и в руках Центробанка Российской Федерации. Это вы должны понять точно. Теперь смотрите дальше. Дальше у нас наступает второй день, а именно вторник. Там у нас выходит базовый индекс розничных продаж США. Вот это, господа, важная будет статистика, потому что на самом деле это будет показанием по факту, насколько, скажем так, растет продажа и потребитель берет на себя все эти инфляционные риски. И, соответственно, это, безусловно, будет влиять как на ситуацию с отчетами, потому что мы понимаем, если, соответственно, как говорится, покупатели тратят больше, соответственно, компании зарабатывают больше, отчеты будут хорошие. И также, соответственно, это будет связано с тем, насколько потребитель в рамках того, что до этого была высокая инфляция, постепенно она там снижается, насколько он готов продолжать тратить и, соответственно, брать эту всю инфляцию на себя. Объем розничных продаж тоже самое, соответственно, будет показывать, насколько объемы растут и это говорит о том, что, опять же, насколько устойчива экономика США, а значит, соответственно, есть рецессии и нет рецессии. Вот это очень сильно могут влиять, на самом деле, колебания по доллару. То есть, если базовый индекс розничных продаж будет довольно хороший, объем розничных продаж довольно хороший, доллар может начать укрепляться по той простой причине, потому что, соответственно, вероятность повышения ставки начинает расти, но экономика чувствует себя хорошо. И это, соответственно, будет хорошо, например, для того же S&P 500, да? Дальше, выступление зампреда, кстати, вот на этой всей неделе, господа, это единственный ФРС, который будет выступать. Выступление зампреда ФРС по надзору бара. Насколько я помню, он не является принимающим решения по процентной ставке, он такие как бы дает только сигналы и фактически поэтому он и выступает, потому что, на самом деле, вот эта неделя, она должна быть неделя тишины. Перед решением по процентной ставке ФРС США, а она будет, как я уже напоминал вам, на следующей неделе, не на этой, которая наступает, а через неделю, там, соответственно, перед этим решением никто не имеет права из ФРС пытаться каким-то образом давать комментарии и так далее. Есть такое правило, да? И, соответственно, вот он единственный, кто, так сказать, не принимает в этом участие в решении по процентной ставке, вот он будет выступать. Но его могут тоже довольно внимательно слушать, потому что он может давать определенные сигналы на то, что, собственно говоря, какая, так сказать, видится дальнейшая ситуация со ставкой. И на это, естественно, тоже доллар может либо укрепляться, либо ослабляться. И надо, господа, четко понимать, смотрите, еще один момент, о котором мы не должны забывать вообще, да, это про облигации. Если, господа, продажа облигаций на следующей неделе продолжится, а я вам еще раз говорю, что здесь мы пока вот из этого диапазона не вышли. Вот была попытка подъема, это вот в пятницу, и в итоге мы откатились практически вот сюда, там же, где, можно сказать, не начинали, да, но чуть повыше. С большой вероятностью, что, возможно, все-таки покупки облигаций продолжится. Но если будут распродажи, то доллар пойдет на укрепление. Вот это вы тоже точно должны, соответственно, себе понимать. Дальше смотрите. Значит, как только выступит этот по надзору бара, может быть какая-то реакция по доллару, сразу говорю. Но еще раз напоминаю, что курс у нас ослаблен, господа, гораздо больше, на самом деле. Мы сейчас с вами потом позже, когда, так сказать, разберемся события, проведем еще один технический анализ. Я вам покажу еще один вариант. И там мы как раз четко увидим кое-какие важные моменты. Значит, ситуация просто получается следующая. Что, когда непосредственно облигации распродаются, доллар будет всегда укрепляться. И вот если, например, ФРС, который будет говорить сейчас, соответственно, по поводу того, что какие там возможные варианты впереди со ставкой, надо понимать, что сейчас, в данный момент у нас вся вот эта ситуация, она как бы весь рынок, и все живут ожиданием, что ставки как бы остановились. Но, на самом деле, это только ожидание. Как только наступит жесткий факт, все может улететь довольно быстро. И вот американский рынок, например, S&P 500 может улететь вплоть до 4300, на самом деле, господа. Вот сюда он может улететь. Единственное, что его сейчас держит, это, конечно, во-первых, а, ожидание того, что ставки как бы расти не будут, как бы, еще раз говорю, как бы. А во-вторых, то, что отчетный период, про который я только что вам тоже сказал, да, что отчетный период, он, соответственно, пока оказывает определенную поддержку. Но курс доллар-рубля, он сейчас, в данный момент, условно говоря, перекуплен. То есть, на самом деле, он ослаблен искусственно. Потому что доллар-то упал, а мы не увидели укрепление рубля. Поэтому здесь все происходит в рамках действия Центробанка. И если, соответственно, какие-то сигналы пойдут, например, на укрепление доллара, они могут сильно и не отразиться. Почему? Потому что курс изначально ослаблен, он на самом деле находится не там, где он должен быть. Но это к этому мы сейчас вернемся. Теперь смотрите дальше. Значит, после того, как выступит непосредственно БАР, выходит очень важные данные, недельные запасы сырой нефти, по данным Американского института нефти API. Это, господа, очень важное событие, естественно, потому что по этим запасам нефть будет смотреть, насколько спрос предложения, соответственно, продолжает расти. И в связи с этим, может, цена начнет постепенно двигаться, естественно, 82-84. Это мы точно должны понимать. Мы также понимаем, что с этим будут манипулировать американцы. Они там будут показывать, что у них запасы растут, что спрос падает и так далее. Более того, мы знаем, что они до этого заявили, что они не будут заполнять хранилища, потому что они собирались по 70 долларов заполнять, не получилось. Они теперь, так сказать, всячески будут делать все для того, чтобы цену опустить туда и хранилища заполнять именно там. Потому что раз они, типа, не будут заполнять, значит, соответственно, поддерживать цену они тоже не будут, потому что до этого они заявляли о том, что они собираются заполнять, и цена пошла на этом вверх. Помимо этого, помимо того, что было механическое, ну, вернее, физическое сокращение с аудитами, также, кстати, вот смотрите, в Телеграм-канале кое-что я вам покажу. Смотрите, по поводу как раз нефти. Это важно, это важно, потому что это связано непосредственно с ситуацией с курсом доллар-рубля. Значит, смотрите, стратегический нефтяной резерв США не дождался пополнения. СПР будет пополнять, СПР это и есть как раз стратегический запас, но не в ближайшее время, заявил министр энергетики США. В интервью СНН, министр энергетики США Дженнифер Гренхольм сообщила, что администрация Байдена пополнит стратегический нефтяной резерв, но не в ближайшее время. Это важно. Поэтому, на самом деле, кстати, могла и начаться вот эта вот тоже, в том числе, коррекция. Потому что до этого они заявляли, что они будут заполнять. Дальше. Напомню, что осенью 22-го года Белый дом публично объявил, что начнет выкупать нефть для СПР при ее цене в районе 70 долларов за баррель. Но с этим как-то не складывается. Ранее американская Минэнерго говорила, что собирается пополнять резерв к августу на 6 миллионов баррелей. Помните, мы тоже об этом с вами говорили, на этом нефть уверенно росла. При этом их резервы потратили около 300 миллионов баррелей, а пополнить его администрации Байдена удалось только на 6,3 миллиона. Правда, по средней цене 72,67 за баррель. Это ниже, чем цена продажи. Да, продавали они, я вам тогда говорил, что продавали они вот здесь, когда были 95 цены и вот туда, в эту зону уходили вверх во время СВО. Они там как раз сбивали этим самым цены нефть. И более того, у них задумка была именно такая. Распродать нефть подорого, а закупить понизу. То есть они прямо по трейдерски в этом вопросе подходили, но не совсем у них все это получилось. Потому что, еще раз говорю, все это искусственное давление, оно в итоге сдулось, как только начались непосредственно приходить реальные рыночные условия. Теперь смотрите дальше. Мало того, что у них, кстати, это хранилище достаточно не заполнено сильно, так я вам сейчас еще скажу, что получается... Сейчас, один момент. Однако сейчас СПР находится на 40-летнем минимуме. 40-летнем минимуме. Чтобы его наполнить, туда надо залить около 400 миллионов баррелей. И перспектива такой нефтяной инициативы, интервенции вряд ли сможет поддерживать низкий уровень стоимости сырья. Вот о чем и разговор. То есть они, соответственно, не хотят спровоцировать трост в целом на нефть. Дальше смотрите, господа, что еще сегодня вышло. Ценовое агентство Аргус с 2024 года перестанет публиковать котировку русской нефти Юрлс. Это вот про то, что мы с вами говорили. А вот теперь смотрите, что еще. Власти России поручили нефтяным компаниям, то, что я вам рассказывал, сократить экспорт нефти в августе, сообщает Рейтерс по ссылке на три источника. По данным агентства, на этой неделе состоялась встреча с топ-менеджерами компаний, которые попросили приложить больше усилий, чтобы гарантировать снижение экспорта в следующем месяце. Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что компании самостоятельно будут решать либо снизить экспорт, либо добычу. Но в целом у нас задача уменьшить поставки на мировые рынки, сказал Новак. И два источника агентства сообщили, что экспорт российской нефти из западных портов в августе сократится примерно на 100 тысяч-200 тысяч баррелей в день по сравнению с июлем. Как вы понимаете, это все делается для того, чтобы как раз поддержать цены на нефть, господа. И, кстати, смотрите, еще одно событие, не должны мы об этом забывать. Сутки остаются до завершения действий зерновой сделки, господа. А она до сих пор не до конца, никто не подтвердил, завершена она, не завершена, будет ее продление или нет. Там были новости от Эрдогана. Вот смотрите, координационный центр в Стамбуле получил заявки от 29 судов на участие в зерновой сделке. Но с 27 июня ни одна заявка не была одобрена. То есть это уже по факту говорит о том, что мы вышли из этой сделки. К координационный центр, он заявляет, что ни одно судно с российским удобрением не было отправлено за все время действия черноморской инициативы. Беднейшие страны получили лишь 10% кукурузы, 40% пшеницы, заправленных в рамках зерновой сделки. Это к вопросу о том, что те условия, которые были выдвинуты со стороны Российской Федерации, не выполнялись. И никаких заявлений, касающихся продления зерновой сделки с российской стороны, не было, заявили РИА Новости Песков. США заинтересованы в продлении зерновой сделки, заявил Блинкен. Вот просто вы должны понимать, почему это так важно. Еще раз объясню. Потому что ситуация на самом деле, она естественно связана тоже с инфляцией, господа. Более того, почему так важна эта зерновая сделка американцам? Да потому что земли уже на самом деле не принадлежат той стране, к которой они принадлежали, где проходит СВО, а непосредственно принадлежат американцам. Поэтому они очень заинтересованы в продлении этой сделки. И соответственно и Европа, и Америка, они тем самым также сдерживают цены. Вы не забывайте, что продукты питания, естественно, когда они начинают дорожать, это очень быстро приходит к разгону инфляции во всем. А мы помним, что за той же базой инфляции, за которой следит США, они всегда следят именно за той инфляцией, которая не включает продукты питания и энергоносителя. Потому что они понимают, что там колебания цен достаточно серьезные. Вот поэтому, господа, вот как говорится, все это купируя вместе, и ситуацию с зерновой сделкой, потому что это опять инфляция, и ситуацию с нефтью, мы как раз и получаем тот вариант, что, смотрите, цены на нефть российской той же федерации будут поддержаны. То есть саудиты сократили, Россия теперь конкретно работает над тем, чтобы сократить непосредственно экспорт или, соответственно, саму добычу. И, естественно, к чему это должно привести? К росту цен на юрос. Ну, понятно, что на бренд и, соответственно, на юрос. А это, соответственно, должно привести к тому, что рубль не должен тогда настолько сильно ослабляться. Потому что, еще раз говорю, безусловно, заполнение бюджета имеет огромное значение, но инфляцию никто не отменял. Она является ключевой. Все равно с инфляцией Центробанк будет бороться. Поэтому вот эти запасы нефти нам будут так важны, господа. И мы обязательно будем, естественно, за ними наблюдать. И поэтому, естественно, будем смотреть, насколько это может будет отразиться на непосредственно курсе. Это надо тоже понимать. Дальше, господа, наступает у нас среда. Базовый индекс потребительских цен год к году в ЕС. То есть это в Европе. Потом, индекс потребительских цен тоже в ЕС. И индекс потребительских цен тоже за июнь год к году тоже в ЕС. То есть это данные по факту инфляции в ЕС, в Европе. То есть мы на предыдущей неделе получили индекс потребительских цен в Америке. Там инфляция снижалась. А это в Европе. Как вы понимаете, эти данные могут оказать влияние, прежде всего, на курс евро. Потому что там вероятность повышения или понижения ставок тоже будет оцениваться. Если будет инфляция снижаться, значит вероятность того, что ставка будет снижаться, увеличится. А значит, евро может немного ослабнуть. Но надо понимать, что Евроцентробанк за все это время давал только сигнал о том, что он будет повышать ставки даже тогда, когда Америка перестанет повышать. И мы видели, что в последний раз США пропустили, а еврозона нет. Они подняли ставку. Поэтому имейте в виду. И, соответственно, данные по инфляции в Европе, ну, определенным образом тоже оказывают определенное воздействие на весь остальной мир с точки зрения ожидания дальнейших повышений ставок везде. Потому что если, соответственно, в Европе начнет расти инфляция, с большой вероятностью, что она будет расти в том числе и у США, и в том числе и, соответственно, по всему миру тоже. И значит, соответственно, как мы понимаем, это будет приводить к тому, что все правительства будут стараться тоже поднимать ставку. Потому что, ну, как бы вариантов нету, они будут с этим бороться. А прежде всего нас, конечно, интересует это США и Европа. Число выданных разрешений на строительство в США. Важная будет статистика, на нее тоже будут смотреть. Так же, как и на объем строительства новых домов. Это все к вопросу доступности, скажем так, жилья в Америке. И, соответственно, насколько это тоже, естественно, поддерживает в том числе развитие экономики в США. Ну, то есть устойчивость экономики, да. Это тоже, соответственно, на это может реагировать доллар, также могут облигации и так далее. Объем строительства новых домов за июнь в США тоже будет иметь значение. А вот дальше, господа, запасы сырой нефти уже официальные. То есть вот эти не официальные у нас, Американского института, а эти официальные. Естественно, вся вот эта процедура, которую я вам только что до этого рассказывал, связанная с запасами нефти и, соответственно, и сокращениями с Россией и так далее, все это, безусловно, здесь работает точно так же. То есть здесь, соответственно, если запасы будут сокращаться, покажут, и довольно сильно, если сократятся, то это толкнет цены на нефть еще выше. Соответственно, вот этот 82-84, куда мы возвращаемся для начала, он в итоге будет восстановлен. Как я уже говорил, это чисто годовой коридор, это середина его, то есть от 82-84 это нижняя зона 81, а 84 это середина как раз самого коридора. И уже верхняя, это как раз от 84 до 87. Но нам надо восстановиться хотя бы за 82-84, вот в эту зону. Именно эти запасы, безусловно, могут сыграть роль. Это имейте в виду. И, естественно, мы за этим будем следить, поэтому там колебания по курсу могут начаться. Но надо учитывать, господа, что все эти события могут быть достаточно сглажены по курсу доллара рубля. Почему? Потому что мы придем к пятнице, и там мы, собственно говоря, разберемся, почему. Значит, смотрите, после запаса сырой нефти будет выходить уже другая статистика, который будет играть значение для конкретно рубля. А именно, индекс цен производителей PPI, так называемый, месяц к месяцу за июнь Российской Федерации, индекс цен производителей PPI год к году, июнь Российской Федерации. Как вы, наверное, догадались, это индекс цен производителей, который говорит о том, что если инфляция растет у производителей, соответственно, она будет расти и у потребителей. Поэтому, как вы понимаете, эти данные покажут нам, насколько в данный момент все-таки инфляция разгоняется, тормозится, или там остается как есть. То есть, по этим данным мы будем ориентироваться с возможной вероятностью о том, какое будет решение по процентной ставке. То есть, если инфляция начнет рост, и довольно там, допустим, такой усиленный, то с большой вероятностью ЦБ Российской Федерации придется повышать ставку. Если все-таки инфляция останется там в пределах нормы или там прогнозов, как вот там было, там у нас подняли там до 6% почти, соответственно, это будет тогда говорить о том, что Центробанк может ставку и не поднять. Поэтому, господа, это будет важно. Я на самом деле склоняюсь к тому, что с большой вероятностью ставку могут не поднять. По одной простой причине. Потому что, соответственно, если поднимаем ставку, мы начинаем тормозить внутреннюю экономику. Мы уже говорили об этом, что непосредственно наше правительство, ЦБ заинтересовано в том, чтобы развивать внутреннюю экономику. А внутренняя экономика, соответственно, должна будет за счет развития, помните экономика потребления, мы с вами говорили, при предложении, экономика предложения. То есть, если внутренняя экономика будет развиваться, товаров будет производиться больше, инфляция будет сдерживаться за счет увеличения количества товаров. Чем больше будет товаров, тем больше будет конкуренция и, соответственно, цены будут снижаться. Не за счет ставок, а именно за счет предложения. Но я вам говорил, что процесс ответ не быстрый, что все это к этому еще надо прийти и, соответственно, на пути к этой экономике у нас будут проблемы все равно инфляционные. По-любому. И нам и ЦБ говорил, что да, про инфляционные риски растут, определенный лад по времени имеет и так далее. Поэтому, если инфляция будет расти, курс надо сдерживать. Но мы же видим какую картину? Что ЦБ зарабатывает. То есть, мы помним, что бюджет у нас дефицитный, денег не хватает. Цены на нефть у нас сдерживались вот этими потолками и прочее. Только недавно они пошли вверх. То есть, ЦБ сейчас начинает зарабатывать больше. Он может, в принципе, делать что? Не поднимая ставки, зарабатывать больше, а непосредственно курс гасить для того, чтобы сдерживать инфляцию. Интервенции. Он же зарабатывает больше, поэтому может проводить интервенции и сдерживать курс, не меняя ставку. Вот мне, моя мысль такая, что, скорее всего, будет план такой. Но могут и поднять один раз ставку. Такой тоже вариант не исключен. Но мне кажется, что в рамках того, что вот именно из той политики, которая за все это время была, как говорится, можно сказать, постоянно в поле всех новостей, то все-таки больше усматривается вариант как раз не поднимать ставку, работать интервенциями и зарабатывать, соответственно, бюджет больше. То есть, экспортеры будут продавать по более дорогим ценам, и цена на юрос будет расти, и, соответственно, бюджет будет заполнять больше. То есть, в принципе, здесь все логично. Но посмотрим, что там будет. А теперь давайте посмотрим непосредственно на четверг. Кстати, сразу могу сказать, что если, конечно, ставку не поднимут, то с большой вероятностью резко может быть ослабление рубля, прежде чем Центробанк, собственно говоря, не включится. Просто до этого ему приходилось сжечь очень много резервов, да? Сейчас этого не происходит. Но и надо понимать, что и курс, еще раз говорю, он разогнан. Он разогнан. Он не здесь должен быть. Поэтому, на самом деле, даже если, допустим, ставку не поднять, то по логике вещей он уже выше. Если никто не будет покупать те же юани и так далее, да, то он просто начнет технически ослабевать. Это тоже момент надо учитывать. В общем, давайте теперь разбираться дальше, что у нас будет в четверг. В четверг у нас будет, господа, базовая кредитная ставка Китая. Китая. Вот здесь мы как раз узнаем, что будет по ставке в Китае по юаню. Там мы будем как раз, исходя из этого, уже иметь представление, будет ли укрепление юаня, будет ли ослабление, будет ли он как есть. Соответственно, все эти движения по юаню могут отразиться на курсе рубля в рамках просто кросс-курсов. Вы это тоже должны понимать. Соответственно, этот момент мы тоже будем отслеживать. Число первичных заявок на получение пособий по безработице США. Очень важный параметр. На этом мы помним, американский доллар мог взлетать, мог падать. Поэтому за ним мы будем следить очень внимательно. Число первичных заявок на пособий по безработице обязательно. Если пособия начнут сокращаться, вероятность укрепления доллара резко вырастет. Если начнут расти, то с большой вероятностью, наоборот, доллар не будет сильно укрепляться. Дальше. Индекс производственной активности от ФРБ. Ну, это уже как бы дополнительные параметры, связанные с устойчивостью экономики США. Дальше. Международные резервы Центрального банка Российской Федерации и продажи на вторичном рынке жилья США. Ну, международные резервы, как вы понимаете, это, соответственно, насколько у нас там тех самых ресурсов для того, чтобы там проводить интервенции и так далее. Или вообще, что там непосредственно при условии, что часть, естественно, ЗВР у нас заворожена. Но, как бы, это говорит о том, насколько, скажем так, у правительства достаточно денег для того, чтобы выполнять, соответственно, свои задачи, связанные с бюджетом и так далее. Ну, и продажи на вторичном рынке жилья, это, опять же, к вопросу устойчивости экономики США. И, соответственно, насколько там ситуация связана с рынком недвижимости. И вот теперь, господа, мы подошли к самому главному. И я хочу сказать, что в пятницу больше ничего не будет особо серьезного. Ни по-американски, ни по Европе, ни почему, ни по каким странам ничего такого серьезного не будет. А будет решение по процентной ставке за июль Российской Федерации. Вот все, что у нас двигалось за эту неделю, естественно, для рубля двигалось именно в эту сторону. То есть, определенные какие-то события будут вносить определенную волатильность, но так как впереди решение по процентной ставке, мы должны быть готовы к тому, что курс будет ходить достаточно в узком диапазоне. Вот, смотрите, приведу вам пример. Это было вот как раз в апреле. Помните, мы с вами разбирали этот случай неоднократно. У нас чем-то сейчас похожая картина. Здесь мы тоже переходим в вот такую постепенную рейнджовку. И здесь, соответственно, почему я вам и нарисовал два сценария, либо уход вверх, либо вниз. Потому что, как только будет принято решение ставки, в зависимости от того, как она будет принята, может произойти либо резкое ослабление рубля и, соответственно, включение там спекулянтов и так далее. Например, выход сюда, а дальше, допустим, Центробанк включит интервенции, если он будет действительно курс держать. Либо, соответственно, наоборот, ослабление. Особенно, если, например, произойдет связанная ситуация с тем, что ставку, допустим, подымут. Вот тогда с большой вероятностью может начаться та самая пресловутая коррекция, которую мы ждем. И которую я уже вам говорил, что лично я жду в районе 82-84. Вот в этот диапазон. И к этому, господа, есть определенные подтверждения, на самом деле. Если мы посмотрим с вами на еще один анализ. Вот такой у нас теперь еще будет график дополнительный. То, смотрите, здесь так называемый побарный анализ. Я в канале его уже выложил. А здесь вам просто немножко покажу. Картина выглядит следующим образом. Дело в том, что, обратите внимание, вот такой сигнал говорит о том, что вот здесь отсутствовали непосредственно продавцы. То есть, если бы на самом деле не было решения по процентной ставке впереди, то вполне могли курс разгонять и выше. Вот здесь мы видим, как раз, когда был в апреле, здесь тоже несколько сигналов было. Как раз были попытки пробиться выше. Были тоже отсутствия покупателей и продавцов. В итоге ждали-ждали ставку. Появился бар такое определение. И после этого, собственно говоря, пошла непосредственно техническая коррекция, связанная с тем, что там как раз заявили о том, что ставку могут поднять. При том, что в тот момент, мы помним это хорошо, но Биулина не подняла ставку. Она подняла, вернее, запугала о том, что она ее может поднять в будущем. И на этом все это дело у нас улетело вниз. И вот смотрите, господа, что я вам покажу самое главное. После того, как мы вот это все дело прошли в обратную сторону, вот здесь есть такой интересный бар, свеча, с таким сигналом. Называется это кульминация продаж. И если вы посмотрите внимательно, она как раз совпадает с 84. Почему я вам сказал про 82 и 84? То есть, в районе 82, помните, там начался закуп вот этих юаней усиленный. И вот после этого уже курс пошел резко расти вверх. А так, вот здесь, должно было бы идея все остановиться. Вот ровно, можно сказать, вот в этой зоне, когда там, где в свое время Центробанк сбил курс, прежде чем начался вот этот момент ожидания, а потом курс начал корректироваться. Поэтому, на самом деле, еще раз говорю, 82, 84, я считаю, это тот диапазон, куда в итоге мы можем прийти, если начнется настоящая коррекция. А в целом, мы не должны были расти уже выше 82, 84. Потому что, еще раз напоминаю, доллар, господа, падал. Он все это время только падал. Он никуда не рос. Он тупо падал, 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 падал. Поэтому, никакого укрепления, я, собственно говоря, доллара к рублю, быть было не должно. Но мы видим, что видим. Что сам факт остается тем, что все-таки рубль девальвировали. Ну и теперь давайте посмотрим у нас все-таки по прогнозам. Как я уже сказал, показал по доллару-рублю. По евро, соответственно, картина будет выглядеть следующим образом. Здесь, соответственно, от того, какие будут приняты решения поставки, либо выйдут на 102,50 и, соответственно, 101,50 и ниже, либо все-таки пробьем вниз и уйдем 99,50-98,50 на начало. А если начнется уже конкретная коррекция, такая глубокая, то это, соответственно, будет 91,50-92,50. Вот в этой зоне. Вот в этой зоне. По юаню, господа, здесь то же самое, соответственно. Если все-таки у нас девальвация, закупка юаня, там, как угодно это может быть. Могут просто закупать юань, например, и за счет этого разгоняться будет курс. 12,70-12,80. Если все-таки девальвации не будет, будет, например, интервенции, то может опуститься 12,40-12,50. Вот в эту зону. А если уж прямо начнется конкретная коррекция, то тогда 11,70-11,80 годовые. Квартальные цели, кстати, там есть. То есть, в принципе, вот в эту зону как раз не одним днем, еще раз говорю, вот ставку, допустим, там, условно заявляют о том, что поднимают, и все, и понеслась, да? Не одним днем. И, соответственно, по доллару-рублю. Как я уже сказал, про 92,50 и, соответственно, 89,50-90,50, да? Но здесь уже, если будет глубокая коррекция, то, как я уже говорил, 83,84, это 82,84. Вот та самая зона, но здесь вот мы видим, здесь поддержка в районе 83 до 84. То есть, до вот этой кульминации продаж. Вот она. Вот она. Вот она вот эта кульминация продаж. Вернее, покупок, простите. Не продаж, покупок. Покупок. Поэтому, на самом деле, это вот более логичный вариант, куда мы можем прийти. Вот такая, господа, картина у нас получается на этой неделе. Также напоминаю, что, естественно, мы будем снимать это все каждый день. На каждый день будем разбирать. Те, кто интересуется не только курсом доллар-рубля, соответственно, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Как видите, вся самая необходимая информация, вот все, что за выходные вышло, важного мы все это разобрали. Вот, кстати, эти анализы, которые я вам сказал, что я вам уже скинул в канал. Вот, там еще и по нефти, и будет сейчас по индексу Мосбиржи, индекс РТС. Если вас интересно, заходите, смотрите. Также напоминаю вам, что, еще раз говорю, по непосредственно S&P 500. Здесь вероятность уже разворота. Вот обратите внимание, здесь тоже вот как раз вот этот сигнал на то, что здесь будет разворот либо в одну сторону, либо в другую. Мы видели, что выносили в район 4,530. не удалось, но закрылись выше 4,530. По факту, это все уже преждевременные вот эти вот эмоции, ожидания, то, что типа ставки остановились и так далее. На самом деле, все это очень быстро может закончиться, имейте в виду. Также напоминаю, соответственно, что будем делать анализ в пятницу, естественно, неделю подводим итоги, а в воскресенье, соответственно, господа, обзор на следующую неделю и также будет новый календарь. Как вы видите, курс плавающий, ситуация постоянно нестабильная, так как, собственно говоря, любые события могут повлиять и никогда не забывайте о том, что Центробанк все равно всегда остается тем теневым управленцем, который всегда может преподнести сюрпризы. И никакой там ни технический анализ, ни какие-то там фундаментальные причины могут не перекрыть то, что захочет здесь делать Центробанк в рамках там своих бюджетных правил и так далее. Поэтому никогда не ведитесь только на какие-то рисунки, хаи, лаи там и прочее, начерченные стрелочки и так далее. Так что на этом я заканчиваю. Напоминаю, что если не хотите ничего пропустить, понимать, как что устроено, что на что влияет, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.